Здравствуйте, телепроект «Разберемся» на телеканале ОТВ. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии заместитель председателя комиссии по здравоохранению Общественной палаты Людмила Сергеевна Седлова. Здравствуйте. Здравствуйте. И начальник отдела социального развития администрации Одинцовского муниципального района Наталья Вячеславовна Караваева. Здравствуйте. Здравствуйте. А тема нашей передачи «Доступная среда» в Одинцовском районе, а точнее, как реализуется государственная программа «Доступная среда». Людмила Сергеевна, вам отвечать на первый вопрос. Общественная палата, наша комиссия по здравоохранению осуществляет контроль за реализацией государственной программы «Доступная среда» в Одинцовском районе. С этой целью мы проводим обследование объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности. Одинцовском районе в 2015 году было принято постановление администрации Одинцовского муниципального района о создании межведомственной рабочей группы по адаптации объектов социальной инфраструктуры в Одинцовском районе. И я вхожу в состав этой рабочей группы, поэтому мне, находясь в общественной палате и работая там, все это близко. То есть, насколько вы, как общественник, довольны выполнением и реализацией этой программы? Насколько довольны объектами социальной инфраструктуры, которые вы, естественно, посещаете и контролируете вместе, конечно же, с органами исполнительной власти? Я хочу сказать, чтобы все понимали, что такое доступная среда, во-первых. Доступная среда – это комплекс мероприятий по доступности объектов. Это не только пандус, это не только пониженный бордюр. А чтобы стопроцентная адаптация объекта была, значит, там необходимо провести массу мероприятий. Это и подъезды, и парковка для машин инвалидов. Это и пандус, это и входная группа, и передвижение в зону обслуживания, если это объект здравоохранения, или магазин, и туалет. Туалет. И много-много в этот комплекс работ входит мероприятий. Это и навигация, и информация, потому что у нас инвалидов меньшинство, а мало мобильных граждан, гражданского населения, большинство. И если, например, объект недоступен для инвалида на коляске, или для мам с колясками, то он может быть доступен для других групп населения. Я думаю, что все-таки за последние годы существенно изменилось положение доступности объектов социальной инфраструктуры, и это могут видеть все. То есть и не только в городе Одинцово, а по всему Одинцовскому району. Да, но я бы хотела Людмилу Сергеевну поддержать. Конечно, за эти годы проделана просто колоссальная работа. Может быть, она на сегодняшний день не видна и не удовлетворяет полностью в целом потребности людей с ограниченными возможностями, маломобильными группами населения. Но здесь, конечно, хочется назвать несколько цифр. Прежде всего, в Одинцовском районе проживает наибольшее количество жителей с ограниченными возможностями здоровья. Более 16 тысяч – это люди в нашем районе, это те, которые ограничены в возможностях. Это большая цифра. И, конечно же, как Людмила Сергеевна сказала, огромное количество маломобильных групп населения, в том числе это и мамочки с колясками. Органы исполнительной власти в соответствии с постановлениями и решениями проводят совместные выездные встречи и обследования объектов социальной инфраструктуры на предмет доступности. И давайте вспомним, в 2014 год доступным было всего чуть-чуть более чем 6% муниципальных объектов социальной инфраструктуры. А на сегодняшний день мы можем сказать, что уже более половины таких объектов, это более 200 объектов социальной инфраструктуры, муниципальных объектов, которые непосредственно принадлежат муниципалитету, становятся доступными для всех групп населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и малой мобильностью. Наши образовательные учреждения практически доступны для людей с малой мобильностью и с ограниченными возможностями здоровья. И, конечно, я считаю, что это большое достижение. Много это или мало, но все-таки это три года. Более того, еще буквально несколько лет назад некоторые жители нашего города, района, просто не могли даже порой и выйти из дома. Так как подъезды не были оборудованы элементарными пандусами. Или были оборудованы так, что все-таки им без посторонней помощи это бы сделать просто не удалось. А сегодня мы, в общем-то, прогуливаясь даже по городу, видим, что огромное количество подъездов, домов все-таки в надлежащем виде с этой точки зрения. Мария, ну вы знаете, люди же живут в разных домах. Дома, которые построены в последнее время, и те дома, которые построены еще в глубоко советское время, и в соответствии с градостроительными нормами, не все подъезды мы можем адаптировать, оборудовать так, чтобы человек с малой мобильностью смог из него даже выйти. И, наверное, это реалия сегодняшнего дня. У нас есть звонок, мне подсказывают. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы знаете, может быть, я немножечко не так, но я уже устала, я никуда не могу добиться ответа. Как вас зовут? Меня зовут Шувалова Галина Сергеевна. И ответа нет. Я по поводу больная с сахарным диабетом. И у нас нет снабжения инсулина. И где нам, и что нам, как нам добиваться? Как можно инсулинников разбросать по всему району? А никто нас не слышит. Вообще не поступает инсулин в Галицинскую поликлинику. Галицинская поликлиника. Простите, где же Галицинская? Ну, если Галицинская поликлиника, Галицина. Спасибо большое, Галина Сергеевна. Галина, ставьте, пожалуйста, телефон нашим звукорежиссерам. Обязательно передадим это в общественную палату. Ну, и в администрации мы тоже принимаем этот вопрос. И буквально в течение нескольких дней мы разберемся с этим вопросом и свяжемся с Галиной Сергеевной. Ну, я думаю, что Людмила Сергеевна тоже может прокомментировать как-то этот звонок, потому что ваша комиссия непосредственной близости работает с управлением здравоохранения, практически со всеми больницами, поликлиниками, аптеками и так далее, так далее. То есть вы вот эти все вопросы держите на контроле? Была тут проблема с инсулином. Мы тоже, наша комиссия занималась этим вопросом. Но вот как-то он ушел, мы решили, что запросы нет. Ну, разные бывают случаи. Вы знаете, действительно, случаи бывают разные, и может быть какие-то временные сейчас перебои, но в этой ситуации нужно глубоко разобраться, потому что люди не должны страдать от того, что бывают те или иные перебои. Болезнь, она никуда не уходит, и от наших, в общем-то, проволочек может зависеть жизнь человека. Ну, в любом случае, Галина Сергеевна, вы можете надеяться на скорый ответ и решение вашего вопроса. По крайней мере, дорожную карту обозначим и поможем человеку, потому что все-таки инсулин – это очень важно. Да, да, это очень важно для жизни, здоровья человека. И люди так называются, инсулинозависимые. Они не могут быть. Людмила Сергеевна, ну, в вашу комиссию поступает огромное количество обращений от жителей, и это касается разных тем, потому что комиссия все объявляющие и много затрагивает разных сфер. Но все-таки сегодня говорим о доступной среде. С чем чаще всего обращаются к вам жители? Что просят, на что обратить внимание? Вы знаете, в основном вот просят устройство пандусов. Пандусы, они же разные бывают. Бывает тротуарный пандус, бывает на крыльце, бывает на лестнице, бывает, ну, много этих видов. И вот часто обращаются люди по устройству пандусов в жилых домах, на тротуаре. Выезды из подъезда, и невозможно на коляске никуда проехать, спуститься. Мы взаимодействуем в этом случае с администрацией, непосредственно с Натальей Вячеславовной. И вот в прошлом году у нас было три запроса, и они все решены. Ну, конечно, три – это не так много. Да. Мы немножко позже поговорим о нашем пилотном проекте по созданию условий доступности на территории всего Одинцовского муниципального района. Конечно, установка пандуса – это достаточно финансово затратный процесс. И самое главное, что пандус должен соответствовать всем нормам, необходимым для обустройства этого пандуса. Технические решения должны соответствовать техническим возможностям. Это должно быть удобно как непосредственно для самого инвалида, так и для тех людей, которые сопровождают инвалида. Ну, наверное, для жителей в том числе, потому что под это выделяется определенная территория, это определенный объем пространства, который занимает этот пандус. И наверняка бывают разные ситуации, сталкиваетесь с разными, наверное, ответами. Пандуса – это, наоборот, очень удобно и для жителей подъезда, потому что те же мамочки, те же люди пожилого возраста, те, кто, может быть, получил какую-то травму на короткое время, им значительно будет удобнее подняться и зайти в подъезд, попасть в магазины. Опорники. Конечно, при устройстве пандуса. Поэтому, мне кажется, с большим пониманием жителям надо относиться к таким вот мероприятиям, которые проводятся в подъездах, там, где проживают люди с малой мобильностью и люди, прежде всего, с нарушением опорно-двигательного аппарата и инвалиды-колясочники. Хотелось бы еще поговорить о межведомственной комиссии, которая исследует объекты социальной инфраструктуры, кто туда входит, как часто вы выезжаете по району, расскажите об этой работе. Ну, комиссия, конечно, у нас очень работоспособная. Большое спасибо Людмиле Сергеевне, большое спасибо нашему обществу, людей с инвалидностью, которые как раз Людмила Сергеевна возглавляет. Также в комиссию входят представители администрации Одинцовского муниципального района и Одинцовское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области. И вот такая комиссия раз в неделю, раз в две недели выезжает на обследование объектов. Это и торговые объекты, это и социальные объекты, это и дорожно-транспортная инфраструктура. И выбираются объекты, они обследуются на предмет действительно доступности, насколько это соответствует нормам. После этого создается паспорт доступности и оценивается, насколько для различных групп с ограниченными возможностями он либо доступен, либо недоступен. Частично доступен, избирательно. Или частично, да, избирательно. Ну, это существует определенная терминология. Есть ли эта комиссия какие-то замечания, принимающие страны? Да, да. Она не просто какие-то вносит замечания, она конкретно указывает на те нарушения, которые существуют при доступности данного объекта и для предоставления услуг, в том числе социальных услуг. Есть ли сроки устранения этих нарушений, как реагируют владельцы этих объектов? По-разному реагируют, потому что, конечно, здесь волшебное слово присутствует финансы. Для устранения вот этих нарушений необходимо определенное финансовое вложение. Конечно, при маршрутизации наших объектов и маршрутизации, которая создается для людей с ограниченными возможностями, выявляются те объекты, в том числе социального назначения, которые очень важны для людей. Но они находятся, бывает, в старых помещениях, в маленьких помещениях, в маленькие торговые магазинчики, к которым привыкли наши жители и хотели бы их посещать. Но в связи с приобретенной инвалидностью или уже с той инвалидностью, которая у них была, им недоступен этот объект. Но для владельца магазина это тоже достаточно сложные финансовые вложения для того, чтобы создать возможность выйти туда. Большое, объект маленький. А финансовые возможности не всегда соответствуют. Но мы пытаемся убедить владельцев бизнеса создать условия, чтобы люди могли воспользоваться его услугами. А если, простите, а если это все-таки социальные объекты, то здесь нет особой необходимости убеждать. У нас есть закон. В соответствии с законом все недостатки должны быть устранены. Вот радует тот факт, что вот сейчас еще коснусь немножечко торговых объектов, которые сейчас в обязательном порядке появляются на улицах нашего города. Они в едином стиле созданы. Но примечательно, что все они оборудованы пандусами. Все они уже строятся, делаются посредством и с учетом требований, нормативов, которые предъявляете вы. Это очень здорово. Так потому что закон уже есть на проектном уровне. И это радует, что владельцы торговых площадей все-таки не только прислушиваются, а воплощают, реализуют этот закон в деле. Я хочу сказать, что именно представители торговли, они наиболее открыты для контакта. И здесь мы можем сказать, что и в этом году уже сделаны определенные шаги для того, чтобы как можно люди с разными отклонениями в развитии, эти объекты были доступны для них. Конечно же, помимо торговых объектов и других, существуют у нас детские площадки для детей с особенностями здоровья. Как дело обстоит с ними? Я так понимаю, что не очень все быстро, не очень все просто, но тем не менее двигается тоже программа. Это тоже связано с финансированием, с возможностями нашего района. Но этот вопрос, он, кстати, проект и вышел из общественной палаты. Там занималась им Лариса Деревянка и Мария Подъепольская. Хороший проект, прекрасный. Ну, я знаю, очень много было встреч проведено с главами территорий, и смотрели и места, и были проекты, и площадки предлагали непосредственно членам общественной палаты, какие можно было бы установить в том или ином месте в зависимости от проживания семей, где воспитываются такие детки. Да, но мы надеемся, в этом году, наверное, будет этот вопрос решен. Я думаю, в этом году мы начнем его решать, давайте все-таки будем в корректными формулировках, потому что, конечно, задача этого года, 2017 года, это выбрано непосредственно 750 маршрутов, 650 наших граждан участвовало в маршрутизации таких, при выборе таких, да, таких объектов. И сейчас, конечно, это, прежде всего, дорожно-транспортная инфраструктура, это дороги, это остановки, это подъезды, и это дворы, а в дворах уже устранение ямок, которые по ходу движения инвалидов у нас, они присутствуют. Ну, работа огромная, работа ведется, а у нас есть звонок. Давайте ответим на него. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, это Наталья. Наталья. Здравствуйте, Наталья. И я хотела бы задать вопрос вот по транспорту. У нас есть ребенка с инвалидом в коляске, не могу долго дождаться автобуса. А адрес скажите, пожалуйста, и какого автобуса? Фамилию, все о себе пусть скажут, и ребенке. Недовникова. Наташа, ой, Наташа, это ты, Дорова? Да, да, да. Наталья, какая вопрос? Ну, в товаре нас не пускают, даже в коляске. Большой автобус тоже не пускают. А почему не пускают? Про социальные, там они ступеньками. Наташа, а куда вы ездите? В детскую поликлинику хотя бы даже. В детскую поликлинику. Скажи, пожалуйста, у нас же ходят в этом направлении низкопольные автобусы с аппарелью. Есть такие автобусы? Вообще у нас в Одинцовском районе 118 автобусов, которые имеют выдвижные аппарели. Так что, Наташа, надо вот эти автобусы знать и пользоваться ими. Людмила Сергеевна, ну, раз вы лично знакомы с Натальей, я думаю, вам не составит труда сориентировать мамочку в правильном направлении. Может быть, подсказать, какие номера автобусов, где и как. А мы здесь обязательно подключимся и разработаем для Натальи, соответственно, вот такой маршрут, чтобы она могла удобно проехать. И более того, можно приносить общественные палаты и администрации, еще раз продублировать эту информацию для таких мамочек, чтобы они знали. Это очень хорошая идея. Тогда мы в социальных сетях разместим информацию о маршрутах таких автобусов. Еще раз, Наталья Вячеславовна, расскажите, сколько таких автобусов курсирует на территории района? Вообще всего у нас 118 таких автобусов. Автобусов, которые имеют выдвижные аппарели и 28 низкопольных автобусов в Скане. Да. В прошлом году их было 70. Я почему знаю это точно? Потому что мы по поводу движения этих автобусов обращались в ПТП. Одинцовская и с начальником беседовали, и с заместителем начальника по перевозкам. И он был здесь тоже на передаче, вот как раз поднимался вот этот вопрос. Но у нас района и большее количество таких автобусов. Наших жителей, раз они сталкиваются с такой проблемой и элементарно просто не знают. Не хватает, я согласна. Вот здесь идет вопрос о информировании. Создадим памятку для родителей и, конечно же, скажем, все маршруты на сайте и администрации, и общественной палаты. И я вот еще хочу сказать по поводу доступной среды. Еще вот три года назад как-то очень медленно шла вот эта работа. Паспортизация начала с объектов только в 2015 году. В 2016 году она продолжилась. И вот наша рабочая группа объезжала объекты, у них уже паспорта на руках были, а мы обследовали на предмет соответствия, что в паспорте, который был, и что вот сейчас. Конечно, есть недоработки, есть нарушения в выполнении. Но я связываю это с тем, что, наверное, люди до конца, которые ответственны за создание доступной среды, до конца не понимают, что ли, может быть. Я не хотела бы так сказать, Людмила Сергеевна. Наверное, я еще даже скажу, что в 2014 году началась паспортизация. И первые объекты, которые начали заниматься паспортизацией, это были наши общеобразовательные, образовательные учреждения. Конечно, было все непросто, потому что это новая работа, она была незнакома. Но постепенно, постепенно люди привыкают, они понимают, что такой паспорт, он не то, что необходим, он обязателен. Он должен быть. Да, он просто должен быть. Поэтому сейчас мы действительно наблюдаем то, что практически все объекты, в которые сейчас мы и приходим, и обследуем, они имеют такие паспорта. Какие-то более качественные сделаны, какие-то нет. Но в рамках работы и с Министерством социального развития, с Одинцовским управлением, Министерством социального развития, Управлением социальной защиты населения, эти моменты устраняются. Паспорта становятся нормальными, работоспособными. В этих паспортах прописывается и степень доступности, и какие необходимо устранить замечания. Так что я думаю, что каждый объект в течение, буквально еще до конца 2017 года, в 2017 году, они вообще должны быть в каждом учреждении. Поэтому мы очень надеемся на эффективность этих паспортов. Потому что одно дело создать паспорт, а другое, чтобы он был эффективный, работоспособный и помогал всем нашим объектам стать доступными. Чтобы не было дискриминации в этом. Наталья Вячеславовна, Вы уже говорили о пилотном проекте по адаптации объекта социальной инфраструктуры. Расскажите подробнее, что это такое. Конечно, это проект Московской области. И мы вошли в четыре всего муниципальных образования, которые в этом году находятся в пилотном объекте по созданию условий по доступной среде. И, конечно, здесь прежде всего он нацелен на то, что правильное, грамотное, рачительное использование бюджетных средств и средств благотворителей на создание доступной среды для мобильных групп населения, для людей с ограниченными возможностями. Как я, наверное, уже немножко говорила выше, всего у нас 750 таких маршрутов было проложено. Это те маршруты, которые необходимы людям в первую очередь. Прежде всего, это социальные объекты. Это объекты торговли. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта. После этого были составлены дорожные карты. В этих дорожных картах у нас, вот я сейчас тоже небольшие цифры вам назову, в этом году будет адаптировано 107 подъездов, 55 дворовых территорий. Это объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, это остановки, это дороги, 60 таких объектов. 6 объектов спорта и 17 объектов культуры. Не все они муниципальные. И мы, конечно, здесь используем не только бюджетные средства, но и средства благотворителей. Для того, чтобы у нас есть люди конкретные, которые являются людьми с ограниченными возможностями здоровья с той или иной степенью инвалидности. Это инвалиды-колясочники с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению. И именно по степень и качеству их заболевания устраняются те или иные нарушения. Но, как повторюсь, это обязательное устранение ямочного ремонта, это обязательное создание условий по доступности подъезда и доступности объекта, это культура, спор, чтобы они могли посещать эти объекты. У нас осталось буквально 2 минуты, Людмила Сергеевна. Вам слово. Я хочу сказать, что в этой работе по адаптации наш район заключает договора с Центром индивидуальных проблем инвалидов, создание доступной среды Всероссийского общества инвалидов. В этом году очень много заключено договоров на паспортизацию, на обследование. Есть проектные решения, которые принимаются в этом центре. И он, конечно, не бесплатный, но цены там намного ниже, чем в других компаниях, которые подобной работой занимаются. И у нас Одинцовский район считается прям везде пилотный. Везде пилотный, более того, везде первый. Да, везде первый. Я хочу сказать, что на Кубинке, вот у нас осталось всего несколько минут, в ближайшее время появятся 4 замечательных адаптированных остановки. И это, я считаю, наша победа. Наша победа совместно с дорожными, транспортными, с дорожниками, которые, в общем-то, очень много усилий приложили для того, чтобы появились и финансовые средства на установку этих остановок. Это вот областная организация. И на этой приятной ноте мы завершаем наш эфир. Спасибо, что были с нами. Надежда есть, которая умирает последней, что у нас все будет в порядке. У нас Надежда не умирает, а мы продолжаем и дальше реализовывать программу «Доступная среда». Вы смотрели телепроект «Разберемся». Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова